здрасте дорогие друзья гляжу по количеству просмотров гляжу по популярности роликов и понимаю что зожные рецепты на моем канале короче не стреляют ну вот прям кому-то это надо конечно и безусловно есть люди из моих подписчиков кто так скажем втыкает в эту историю но таких как оказывается очень 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 мало я про что мы все иногда не можем устоять перед ароматом и корочкой любимых блюд поэтому зачастую питаемся неправильно из-за этого печень может хуже фильтровать токсины и аммиак который образуется при приеме белковой пищи но вы знаете это и без меня аммиак накапливается во всем организме и мешает работе мозга и мышц это приводит к снижению концентрации внимания и утомляемости из-за этого появляется чувство усталости даже после достаточного и даже хорошего сна помочь в этом может немецкий препарат гепамерц в гранулах он состоит из аминокислот и действует комплексно способствует выведению из организма токсичного аммиака может улучшить работу печени и самочувствие то есть это средство и для печени и для детокса от аммиака одновременно гепамерц действует быстро уже через 20 минут и имеет короткий курс приема от 1 месяца в отличие от других препаратов продается в аптеке без рецепта кстати вы сами себя можете проверить за 40 секунд пройдите бесплатный экспресс-тест печени по ссылке указанной в описании для проверки вам предложат соединить цифры от 1 до 25 за 40 секунд если несколько раз вам не удалось пройти тест это говорит о возможном нарушении в работе печени и большом содержании накопленного аммиака в вашем организме поэтому стоит обратиться к врачу живите со вкусом и следите за своим здоровьем давайте ни разу на канале не делал картошку гармошку значит две палочки ставим картошка у нас не везде касается палочек поэтому вначале режем на глаз а потом уже начинаем обращать внимание на то как там с палочки не дают нам прорезать ее полностью тут в зависимости от остроты вашего ножа можно делать потолще пластинки а можно делать потоньше это шведское блюдо не знаю насколько она традиционная и как давно они уготовят но многие повара и кто связан с ресторанной кухней картофель хассельбек конечно знают больше всего конечно люди живущие в европе вот мой друг андрей шмаков например он частенько используют этот рецепт говорит очень популярно он сам из сталина поэтому я подозреваю что рижские таллинские и вильнюсские повара русскоговорящие используют этот рецепт потому что он действительно очень простой и такой забавный простой смысле нужно убить два часа для того чтобы мелко мелко красиво нарезать картошку как мы любим хасселбек по-русски картошка гармошка ну что ж вот смотрите картошку и нарезал соответственно выглядит она вот так вот вся тоненькими тоненькими такими пластинками тут я не очень тоненько сделал здесь вот потоньше в общем далее бекон нарезаем примерно вот такими вот пластинками снимаем одну пластинку с этой стороны жирок с этой стороны мяско но как выглядит он так вот чтобы все поровну было и вставляем вот сюда раз здесь пока у нас поменьше так сказать маленькие такие пластиночки он немножко торчит это норма потому что потом он сожмется ужарится и все будет по кайфу как говорят шеф и братья когда первый картофан у вас упакован значит хотите покрасившие уголочки вот эти обрезайте ножницами знаете меньше торчать будет как бы так найти эстетичнее это все в рот надо понимать из какого продукта вы готовите вот такая получилась у нас гармошка жирок бекончик все как полагается это все идет у нас на доску но это же самое делаем со второй картошкой все вторую тоже кладем рядом вот такие две гармошки гусеницы картосиницы картошки гармошки в общем нужно чуточку оливкового масла что-то упало чуточку оливкового масла для того чтобы масло передавала так сказать повышала температуру внутри картошки она лучше жарилась в беконе как вы уже заметили не так много сала жирной части поэтому масло нужно обязательно примерно отправляем на 40 минут только глядите значит у меня духовка самостоятельно живет в этой жизни не не советуюсь со мной поэтому я всегда ставлю на максимум ставьте где-то 180 градусов лучше 190 ну так наверняка будет 40 минут теперь чеснок и сливочное масло смотрите главное не давится главное чеснока не жалеть нашу за чеснок такой попался российский кстати молодой чеснок всегда гемор такой прям неожиданный думаешь вот те раз 3-4 зубчика чеснока режем теперь любую сковородочку в сковородочку неприлично приличный кусок сливочного масла сюда сразу чесночок если делаете 6 8 10 картошек то прям чеснока не стесняйтесь масло тоже масло на картошке оседать не будет она же всегда стекает ну сколько-то оседает там поэтому его надо чуть чуть больше только масло зашкварчало только по всему дому разнесся аромат чеснока со сливочным маслом все пора снимать картошечку сразу достаем главное что-то постелить чтобы у нас ничего не о картофан тут все выделилась уже выделилась ужарилась прям то что надо но но нам нужно еще примерно минуты 3-4 объясняю вот это самое масло с чесноком оно должно быть вот здесь и чеснок соответственно тоже но как картошка без сливочного масла все 3-4 минуты отправляем в духовочку пока там три минуты у нас не прошли даром почти хотят сказать даром быстренько зеленый лучок и достаем сразу картошку вот она шикарная хрустящие блестящие вкуснейшая картошечка да вы правильно поняли это такие чипсы с беконом ну не совсем чипсы потому что они недостаточно хорошо высыхают для чипсов но штука давайте так чтобы деревянную не мучить я под ложечку опа горячая зараза вот так вот гусенички перекладываем сюда зеленым луком посыпаем я даже не беру нож потому что это можно есть и без ножа когда хорошо испеченная картошечка о мы ее просто вот так вот отрываем раскрываем ведь она вся готова бекончик хрустит приготовить эту штуку при определенной сноровки можно человек на 30 если соус не используете тоже хороший соус надо прям приготовить нет времени там еще чего-то я всегда рекомендую сочные овощи класть салат например из помидор огурцов сметанкой приправленный мясо можно даже не использовать здесь же есть бекон белок картошка томаты огурцы жишка от них вытекает хлебом макаете а им лавины так что дорогие друзья кайфуйте делайте свой стол разнообразным ну и соответственно и стул будет неплохой когда стол то неплохой понимаете сами понимаете меня пока